Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, хомячки, что опять заглянули! Я уверена, что вы заглянули из-за этой клубнички, а не из-за меня, признавайтесь! Кто зашел из-за клубнички? В общем, сегодня у нас ведро просто салата Цезарь. Я вам во влоге там показываю, как я это все дело готовлю. К сожалению, соуса Цезарь не было. Поэтому я просто заправила майонезом. Но тоже вкусно получается. Я почему-то думала, что у нас в холодильнике есть. Не знаю, кто схомячил. Вот я ем Цезарь, и тут такой аромат клубники. Просто не передать. Сегодня встала рано. У меня были кое-какие дела. Я решила все эти вопросы и легла часочек поспать. Потому что легла поздно. И тут мне звонят. Из какой-то больницы, в общем. И говорят. У нас акции на полное обследование. Стоит столько-то, столько-то. Входит это и это. У меня просто такой вопрос. Откуда вы взяли мой номер телефона? Меня фактически разбудили просто. Чтобы рассказать о своей акции. Больнице, в которой я в жизни не была. Ребят, просто хотела поинтересоваться. У вас тоже такое происходит? Это такой назойливая реклама. Какая бы там цена ни была. Мне просто не хочется туда идти. Если они идут на такие шаги. С такой назойливой рекламой. Я чувствую, что у них, наверное, вообще нету клиентов. Беспокоит вот так вот. Потратьтесь. Купите рекламу в инстаграме. Я не говорю блогеров. Купите напрямую у инстаграма. Зачем звонить всем подряд? Беспокоить людей? Я спросила, откуда у вас мой номер? Они мне объяснили, что мы набираем всех наугад. Занесла номер в черный список. И все. Потом уже уснуть не смогла. Тут и твиксик подтянулся. Курицу совсем чуть-чуть пожарила. Сочная она осталась. Когда сильно пережариваете, она становится похожей на какую-то деревяшку. В общем, вот такие дела. Как у вас дела, рассказывайте, мои хорошие. Вчера сделала заказ Sunlight. Сережки до сих пор не могу снять. Да и не хочу. В принципе, они смотрятся классные. Заблатила за доставку 6850. Прикиньте, 6850. Но оно того стоит. Оно того стоит. Некоторые спрашивают, как я заказываю. Там, не знаю, Sunlight, это же Россия и все такое. У нас есть служба Sunlight Baku. Они доставляют все. Как вы видите, все доходит. Вот на мне. Так как последний мой заказ был в основном. В основном это подарочки. То есть там почти ничего для меня не было. Там маме цепочечку она носит ее. Сережки тоже мама себе взяла. В этот раз все. Абсолютно все буду заказывать чисто для себя. Точнее, заказала. Кое-что еще хочу добавить. Моя подписчица. Ее зовут Лиана. Лианочка, тебе огромный привет. Отправила мне огромное письмо. Касательно своей ситуации. Давайте немножко зачитаю. Так вкратце зачитаю. Потому что письмо просто огромное. Написала мне в Instagram. Айка, привет. Давно смотрю твои видео. В общем, огромное спасибо. Тут куча комплиментов. Лианочка, спасибо. Вопрос. Парень никогда мне ничего не дарит. Кроме праздников. И то старается выбрать подарок побюджетнее. Как ты считаешь, это правильно? Некоторым девушкам дарят айфоны, квартиры, машины. А мне ничего. Мне от этого очень обидно. Хочется, чтобы мужчина полностью меня обеспечивал. У меня на самом деле, возможно, с вами будет разная точка зрения. Я знаю, что девушки делятся на целеустремленных. И девушек, которые считают, что мужчина везде всегда должен. Я, наверное, чувствую себя комфортнее, когда я сама за это заплатила. Я не люблю быть кому-то должна. Но я считаю, что парень не обязан полностью обеспечивать себя. Естественно, в ресторанах платит мужчина. Что касается квартир-машин. Это, опять же, зависит от возможностей. Иногда мы от мужчин требуем то, что он не может себе позволить. Это очень дорогие подарки, которые не каждый, даже мужчина, который хочет вам подарить. Может. Я бы для вас сказала, знаете что. Представляете, у одного человека, например, 100 рублей. И он из этих 100 рублей отдает вам 10. А есть другой мужчина, у которого 10 рублей. И он из этих 10 рублей отдает 9 вам. И вы при этом выбираете того, кто дал вам больше. Хотя у него и возможностей было гораздо больше. И он выделил вам по сравнению со своими возможностями просто мизер. Поэтому оценивать отношения только со стороны финансов неправильно. Всегда нужно развиваться. Не нужно надеяться на мужчину. Даже вот детей рожать, мне кажется. У некоторых женщин думают, он меня бьет, унижает и так далее. А у меня трое детей и нет работы. Так мне кажется, вот изначально надо думать, что вот я рожаю третьего ребенка, а у меня даже нет работы. А вдруг он меня бросит. А мало ли что. Понимаете? Я всегда хотела сама зарабатывать. Поэтому, несмотря на то, что я с ютуба хорошо зарабатываю, все равно я не бросаю свою основную работу. Поверьте мне, у кого есть бабки, тот рулит. Насчет подарков. Если дело просто во внимании, можно намекнуть мужчине на это. Это вы знаете, мы иногда думаем, что мужчины без слов нас понимают. Но ничего подобного. Им просто напрямую в лоб, надо сказать. Это вот так. Там ты сделала вот так. Сделал. Я думаю, что не стоит обижаться на подарки. Самое главное, вкладывай в свое развитие. Не просто, вот, например, парень и ты. А ты тоже сама себя должна что-то представлять. Возможно, многие со мной не согласятся. Особенно девушки, которые хотят найти богатых парней. И ничего в этой жизни не делать. Возможно, это тоже позиция, и она имеет место быть. И может быть, даже вы правы. Но мне бы было так скучно. Мне кажется, жизнь как раз-таки и заключается в погоне за своими целями. Да, сейчас нам все напишут, вот, наслаждаться жизнью, когда будешь. А я работаю, наслаждаюсь, я люблю свою работу. Поэтому, опять же, тут выбор за вами. Я не могу ни в коем случае вам ничего указывать. Но мне кажется, если он звонит, постоянно с тобой видится. Ну, нет у него возможности там купить тебе, подарить машину, квартиру. Ну, не беда. Смотрела передачу. Там девушка сидит и рассуждает о том, что если мужчина зарабатывает меньше 200 тысяч, вообще с этим нищебродом нельзя ничего иметь общего. А сколько тех вот этих девушек таких, которые вот гнались за богатством, гнались, 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 и в конце ни к чему не пришли. Уже им по 35. Молодые девушки их заменили. И к чему мы пришли? Ни к чему правильно. Ну, не знаю, это моя позиция. Вы можете согласиться с моей позицией. Или, возможно, она вам не близка. Мне в кайф развиваться, вот лично. Мне в кайф работать. Я не чувствую себя ни капли ущемленной в том, что я работаю. Какие-то девушки сидят дома. Их полностью обеспечивают. У нас в универе была девочка из очень богатой семьи. Она до сих пор не работает. Просто живет себе в кайф. И кто-то завидует таким. А я чувствую прогресс у себя. Раньше я себе не могла позволить купить за раз только золото. Сейчас я зарабатываю. Я чувствую прогресс. Я могу себе это позволить. Могу носить, могу не носить. Купила, поставила и все. То есть никто мне ничего не будет упрекать, что куда делись эти деньги, там еще что-то. Счастье заключается не в этом. Для меня лично точно. Мне кажется, счастье это верность. Когда мужчина рядом с тобой верный, постоянно тебе звонит, не обманывает, стремится к чему-то. Не алкаш, не наркоман, не бьет тебя. Так что, на мой взгляд, не пили его. Поддерживай во всем. Развивайся сама. Занимайся чем-то. Пойдем на какие-то курсы. Не знаю. Танцы, рисование, все что угодно. Монтаж, фотошоп. Узнай какие-то новые профессии. Например, фотошоп. Это очень универсальная профессия, хотелось сказать. Очень универсальная программа. Если ты хорошо знаешь фотошоп, то ты легко можешь найти себе работу. Прям легко. Ну, у нас, по крайней мере, точно. Столько объявлений. Нужен графический дизайнер с хорошим знанием фотошопа. Или видеомонтаж. Ну, интересно же, не обязательно прям блогером быть. Можно просто это выучиться и где-то в какой-то организации работать. Маркетинг. Я очень хотела всегда работать в маркетинге. Я просто больше всего не люблю на работе, вообще везде, не знаю, к чему я это вспомнила. Я не люблю, когда человек каждое слово врет. Каждое слово врет. Вот я не могу с такими людьми общаться. На работе у нас была девочка типа на блогер. У нее на каждой фотке было по 100 лайков. Я находила всем, говорил, мои истории смотрят 4000 человек. И как-то один раз у меня в руках был ее телефон. Мне просто она в инстаграме там какие-то функции мне показывала свои. Но я попросила ее показать историю, сколько ее у нее человек смотрит. Смотрю 300 человек. 380, как сейчас помню. И врет, и врет. Вот в мужчинах тоже я не люблю, когда мужчина врет постоянно. Это ужас. Даже в каких-то мелочах. Если я 3-4 раза человека поймала на вране, мне уже как-то неинтересно с этим человеком. А то там начинается. Да я. У меня столько девушек было. У меня это, у меня то. У меня сосед подруги врал своей девушке, что он встречался с моей подругой. В общем, у подруги есть сосед, и он своей девушке постоянно врал, что он встречался с моей подругой. Типа он со своей соседкой встречался. А по идее у них ничего не было. Он такой урод был. И вот зачем? Казалось бы, мелочь. Вот твоей девушке есть разница, ты встречалась со своей соседкой или нет? вообще по идее сюда добавляют салат айсберг. Я взяла обычные листья салата. Да кто же очень вкусно? Даже не почувствовала, что это айсберг. Не айсберг. Следующий вопрос. Задает его Шамхи. Привет тебе огромный. Как ты считаешь, девушка должна ли лазить в телефоне своего парня и читать его смски от других людей? Ты проверяешь телефон своего парня или нет? Вы знаете, я не проверяю на постоянной основе. За все полтора года я, наверное, где-то два раза смотрела его телефон. Я, знаете, всегда так резко. То есть мы, например, шесть раз увиделись, я на седьмой резко могу сказать, что покажи телефон. Он тоже может посмотреть мой телефон, но не до такой степени, что прям почитать все смски и так далее. Уже Твикс прибежал. Соскучился. Что он там с братом переписывается, мне неинтересно. Я просто, в общем, посмотрела, с кем там переписки, если там девушке и все. Клубничка вообще очень вкусно. А рецепт на такой тортик в ближайшее время будет на мамином канале. Так что обязательно ждите. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет безумно приятно. Ставьте лайки, пишите под этим видео свои вопросы. Всех люблю, целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok